Надеюсь, вы разобрались, как работать с переменами. Однако, может быть, не до конца поняли, зачем они нужны. Ведь мы можем сразу нужную строчку или число писать в нужное место скрипта и не использовать для этого никаких переменных. Однако перемена на самом деле очень полезна. Например, вы используете в скрипте путь до некоторой директории. Дальше вы создаете в ней файлы, какие-то с определенными именами, проверяете содержимое в этой директории, может быть, удаляете ее. И вдруг вы решаете применить тот же самый скрипт к другой директории. Тогда вам нужно будет все строчки, где эта директория задавалась, изменить на новые. Однако, если вы использовали переменную для задания с самого пути до директории, то вам нужно будет сделать всего одно изменение в скрипте. На самом деле, можно сделать даже проще, вообще не открывая и редактировая файл, передавать ему некоторые параметры, которые будут записаны в переменную и использованы в скрипте. Это называется передача аргумента скрипту. Давайте рассмотрим, как с ними работать. Чтобы передать какую-то информацию скрипту, мы просто запускаем скрипт и через пробел перечисляем аргумент. Это могут быть как числа, так и строки. В скрипте можно эти аргументы обработать, то есть получить их значение. Для этого используют специальные конструкции. $1, чтобы получить значение первого аргумента, $2, 2 и так далее. При помощи $0 можно получить имя самого скрипта, то есть команду, с которой мы его запустили. При помощи $0 получить количество передных аргументов. Далее их можно использовать, как и любые другие переменные. Например, в переменную var записать первый аргумент равен значению первого аргумента. Или при помощи команды echo вывести, сколько было передных аргументов всего. Давайте посмотрим в терминале, как это работает. Данный скрипт запишет в переменную var1 значение первого аргумента, в переменную var2 значение второго аргумента, а далее выведет на экран при помощи команды echo имя скрипта, значение этих аргументов и общее количество переданных аргументов этому скрипту. Давайте запустим его. И передадим ему две строчки, test и me. Мы видим, что скрипт аргумент.sh, значение аргументов и сколько их всего было. Можно отметить, что если я запущу скрипт, например, так, то в качестве имени скрипта будет использована вся конструкция, которую я запускал скрипт. Аргументы по-прежнему те же самые, и их передано ровно два. Давайте посмотрим, что будет, если передать один аргумент, например, я добавлю кавычки, это будет означать, что test.me это теперь одна строчка, поэтому у нас первый аргумент теперь есть, а второго нет. Запускаю. Мы видим, что никакой ошибки не произошло, просто аргумент 1 теперь test.me, а аргумент 2 пустой. То есть, если мы ничего не передали, то во всех $2, $3 и так далее будет пустая строка. Так же, как и если мы не создали переменную, а потом обратились к ней, то она будет просто пустой. Мы можем увидеть, что количество аргументов передано теперь 1. Для закрепления материала предлагаю вам посмотреть на те скрипты, которые мы используем в этом занятии, запустить их у себя, а также решить задачки, предложенные нами.